Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Первая осечка за долгое время. Крылья Советов прервали серию с 12 игр без поражений. Юные атлеты подтвердили свое мастерство после долгого перерыва, связанного с самоизоляцией. В Самаре прошли городские соревнования по спортивной гимнастике. Спортивные испытания в комфортных условиях. Специализированная площадка для сдачи норм ГТО появилась в Самаре. Футболисты московского «Торпедо» прервали 12-матчевую беспрогружную серию Крыльев Советов. Столичная команда одолела дружину Игоря Осенькина со счетом 3-1 на домашнем поле. А перед этим в 18-м туре футбольной национальной лиги Крылья разгромили аутсайдера первенства Ярославский Шинник. Хозяева поля забили сопернику 4 мяча. Подробности таких диаметрально противоположных последних игр Самарской команды в репортаже нашего корреспондента. Впервые в сезоне самарские Крылья Советов вышли на первое место в ФНЛ. Волжане приложили все усилия, чтобы оставить конкурентов в борьбе за прописку в элитном дивизионе за спиной. Подопечные Игоря Осенькина на классе переиграли Ярославский Шинник, аутсайдера лиги, которая идет на 22-й строчке. Лучший снайпер первенства Иван Сергеев реализовал свои амбиции уже на третьей минуте поединка. После удара Дмитрия Цыпченко нападающий первым оказался на добивании. За пять минут до перерыва неудержимый Сергеев замкнул головой передачу Дмитрия Комбарова. Во втором тайме на 51-й минуте Иван реализовал пенальти, заработанный Романом Ежовым. Иван Сергеев оформил хит-трик и уверенно возглавляет гонку бомбардиров в ФНЛ. Наставник хозяев решил поберечь забивного форварда и выпустил на поле Егора Голенкова. Замена сработала, и молодой футболист колотил мяч в ворота Шинника головой на 70-й минуте. Ярославцы немного подпортили картину под занавес матча. После ошибки голкипера Ивана Ломаева Альбек Гангапшев установил окончательный счет на табло. 4-1. Наверное, счет по игре, но только вот этот кол пропущенный, конечно, не может не нравиться. Мы такую игру должны были играть на ноль. Наставник гостей похвалил самарских футболистов. Алексей Казалов отметил, что крылья советов имеют хорошую скамейку и могут проводить постоянную ротацию состава. Нам не зазорно проиграть. Наши проблемы видны. Мы их будем стараться решать. Мы не сдаемся. И поэтому будем продолжать. С небес на землю самарские крылья советов не смогли удержать лидирующие позиции футбольной национальной лиги и опустились на четвертую строчку первенства после гостевого матча с торпеда. Волжане пропустили на 53-й минуте. Счет в битве фаворитов ФНЛ открыл Филипп Дворецков. На 67-й минуте полузащитник самарцев Антон Зиньковский восстановил равновесие за счет индивидуальных качеств. Но этого не хватило даже для ничейного результата. Под занавес матч Александр Рязанцев и Амур Калмыков установили итоговый счет на табло 3-1. Черно-белые прервали беспроигрышную серию подопечных Игоря Осенькина, которая продлилась 12 матчей. Мы считаем, что были лучше. У нас были моменты. Их было больше, они были ярче. Но сказать, что удовлетворен даже в этот отрезок качеством игры, конечно, я не могу. По словам наставника торпеда Сергея Игнашевича, футболисты Крыльев показали хороший футбол в первом тайме. Хозяевам удалось переломить ход поединка лишь во втором отрезке встречи. В первом тайме мы чуть-чуть уступали сопернику в мелочах. Мы где-то недорабатывали, где-то придумывали себе лишние угловые. Большое количество было угловых, когда мы сами дарили сопернику. И Самара была чуть острее в первом тайме. Во втором тайме эти же мелочи решили, по сути, исход. Сегодня удалась игра. Там, конечно, крылья в какой-то момент переломили ход игры. Но мы справились, выправили. И второй тайм мы очень хорошо провели. В матче с торпедой капитан Волжан Александр Гацкан получил четвертое предупреждение в сезоне. Из-за перебора желтых карточек он пропустит принципиальную встречу с Тольятинским Акроном 7 ноября. Региональное дерби пройдет на Самаро-арене. Стартовый свисток прозвучит в 16.00. В Самаре прошли городские соревнования по спортивной гимнастике. Юные атлеты подтверждали свое мастерство в четырех дисциплинах после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Как участники первенства прошли дистанцию, расскажем в следующем сюжете. В 14 лет Арина Скворцова уже успела покорить десятки гимнастических площадок и не раз поднималась на пятистал почета под оглушительные овации восхищенной публики. После долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, девушка поборолась за победу в городском первенстве по спортивной гимнастике. Арина продемонстрировала высокое профессиональное мастерство и серьезно настроилась на итоговый успех. Я думаю, что у меня все получится. Я не должна нервничать. Первый снаряд у меня не очень получился, но я верю, что у меня все дальше получится. На всех соревнованиях Арину поддерживает мама. Наталья Скворцова очень гордится достижениями дочери. Когда идет болеть за дочь, берет с собой любимую игрушку спортсменки. По словам женщины, плюшевый талисман Бимка приносит удачу гимнастке. Я всегда с ней на протяжении 10 лет. Меня знают все судьи, все родители из других городов. Мы тоже так же общаемся. И вот наш талисман Бимка, который ездит с нами уже 11 год. Я с ним не расстаюсь, он всегда с нами. У него счастливые уши. Мы его трем. Ну и в общем вот так вот. После того, как Арина сдала норматив на брусьях, девушка уверенно прошла все остальные испытания и сумела покорить жюри в вольной программе. В этот раз на городской чемпионат по спортивной гимнастике заявились более 120 атлетов. Лучшие из них ежегодно представляют Самарскую область на всероссийских соревнованиях. На первенстве Приволжского федерального округа команда занимала два года подряд первое место. В прошлом году на финале первенства России мы заняли тоже команду второе место. А в этом году в связи с пандемией мы не смогли попасть на финал. И у нас его перенесли вот на осень. Гимнастика – один из самых зрелищных и изящных видов спорта. Во многом благодаря городским соревнованиям юноши и девушки из Самары выбирают здоровый образ жизни, становятся чемпионами и прославляют свой регион на самом высоком уровне. От изящных и грациозных спортсменов к сильным и мощным. В Самаре состоялся городской чемпионат по тяжелой атлетике. На соревнования заявились более 80 спортсменов во всех весовых категориях. Почти четверть участников – девушки. Некоторые из них уже мастера спорта. Почему дамы берутся за штангу и как атлеты готовились к состязаниям во время пандемии и ограничительных мер – смотрите далее. Иван Попов – тяжелый атлет в третьем поколении. Взял в руки спортивный снаряд еще в семилетнем возрасте и теперь регулярно тренируется. Три раза в неделю по два часа. Не прекращал занятия даже в период ограничений закрытия фитнес-центров. У бабушки с дедушкой есть дача и там есть зал. Вот я там и тренировался летом. На улице под навесом. Тренировки на свежем воздухе дали результат. Теперь Иван на пьедестале. Радость победы и золотую медаль разделяет с дедом, который тоже всю жизнь в спорте. Именно он привел внука в тяжелую атлетику, а теперь готовит ко всем соревнованиям, которых за плечами уже немало. Это очень перспективный вид спорта. Без тяжелой атлетики, практически без упражнений по тяжелой атлетике. Ни один вид спорта не обходится. Нужны силовые. Здесь и резкость, и гибкость, и координация движений. И надо думать. У нас есть такая поговорка, это не шахматы. Здесь думать надо. Потому что каждый подход – это творчество. Это надо думать, как подойти к ней, как ее поднять. А тем временем думает, как подойти к штанге Полина Ходокова. Она уже кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. На соревнования приехала из Сызрани. Поскольку чемпионат открытый, и заявиться на него может любой желающий. У Полины свой секрет успеха. На всех разозлиться, на штангу, на себя, на всех и сделать. Потому что штанга – это самый главный соперник. То, что девочки ходят, это, в принципе, не соперница. Потому что поднимает голова. Буквально, я вам скажу, 20 лет одна девушка успела на чемпионате России по тяжелой атлетике. А сейчас их приезжают 2-3 сотни на Россию. Они более дисциплинированные, я вам скажу, более гибкие, быстрые. Их силы не уступают. Как рассказывают сами девушки, штанга не только помогает развивать цели устремленности и силу духа, но и формирует красивую фигуру. Масса здесь не увеличивается. Как говорят девочки, я приду, раскачаюсь, у меня будут плечи здоровые. Нет, ты станешь такой, что… Я похудела, когда пришла. У меня были такие щечки, я была такая плюшечка, а сейчас я такая стала. Потянутая. Женщины, они больше отдаются, конечно, больше отдаются виду этому спорту. Видимо, у них появляется некий какой-то азарт, чтобы догнать, обогнать мужчин в этом виде спорта. Поэтому уже это некая такая тенденция, она уже давно. И тяжелая атлетика у женщин в тренде. В этот раз для участия в городском чемпионате по тяжелой атлетике заявилось более 80 спортсменов всех возрастов. Почти четверть из них – девушки и женщины. Как рассказывают организаторы, пандемия и связанные с ней ограничения не сказались на форме атлетов. Многие, наоборот, усиленно тренировались дома, дистанционно, поэтому показали результаты даже лучше, чем в предыдущие годы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре открыли специализированную площадку для комплекса ГТО благодаря нацпроекту «Демография». Раньше самарцы проходили испытания на разных городских площадках. Теперь все необходимое оборудование для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» находится в одном месте – в лагере «Олимп». Подробнее в следующем материале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никита Коробейников в этом году поступил в педагогический университет, готовится стать учителем физкультуры. В свободное от учебы время тоже занимается спортом, говорит, физическая нагрузка помогает отвлечься от проблем. Парень уже в третий раз дает нормы ГТО, пока в его коллекции бронза и серебро. В планах получить заветное золото. Прибегаю к спорту, чтобы отвлечься от каких-то проблем, перевести дыхание, так сказать, и восстановиться. А вот Валерьян Панфилов, ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» и посол ГТО, получил золото. Решил проверить себя и прошел испытания на отлично. Говорит, чтобы добиться высоких результатов, важен настрой. При желании можно найти место, но лучше, конечно, чем, как мы раньше играли, по грязи, а сейчас все выходят чистенькие и с игры уходят тоже чистенькие. Так и здесь. Вот сейчас пришел с удовольствием. Какие тренажеры. Это же вообще потрясно. 250 тысяч самарцев изъявили желание сдать ГТО. Каждый седьмой получил заветные значки. В основном это молодые люди, школьники и студенты. Президент России Владимир Путин поставил задачу привлечь к спорту и старшее поколение. Для этого по нацпроекту «Демография» проводят спортивные праздники и соревнования. Строят новые площадки. В этом году в регионе установили пять таких комплексов для ГТО. Правительство лично под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова реализует региональную составляющую национального проекта «Демография». Развивается инфраструктура, вводятся новые спортивные объекты, площадки по месту жительства. Совершенствуется календарь мероприятий и во всех городах районных областей, и областной комплекс мероприятий по различным видам спорта. И самый любимый легкая атлетика – лыжный спорт. Теперь для сдачи норм ГТО в Самаре появилась специализированная площадка. Лагерь «Олимп» распахнул свои двери для всех желающих. Но чтобы там потренироваться, нужно будет получить специальный пропуск. Приложил карточку, зафиксирован в системе, занимался здесь и ушел. И таким образом мы сможем, во-первых, ввести количественную статистику занимающихся, регулярно занимающихся, потому что будет понятно, какой житель, сколько времени провел на данной площадке и сколько времени, соответственно, потратил на занятия физкультероспорта. На территории лагеря установлено видеонаблюдение, чтобы защитить площадку от вандализма. Летом здесь будут заниматься ученики самарских спортшкол. Хоккеисты ЦСКА ВВС сейчас проводят выездное турне. Но крайне неудачно. В четырех играх ни одной победы. И после этого в турнирной таблице ВХЛ с седьмого места команда опустилась на семнадцатое. Подробнее в следующем материале. Хоккеисты ЦСКА ВВС выездную серию игр начинали в Ижевске, матчем против аутсайдера лиги. Ишталь занимал на тот момент последнее место. Игра началась по традиционному для самарцев в этом сезоне сценарию. Пропустили в дебюте матча. Вот только в этот вечер догнать соперника армейцам так и не удалось. И если первый период вышел плохим для ЦСКА ВВС, то второй ужасным. Летчики получили еще три безответные шайбы. Две из них пропустил голкипер Сергей Денисов. Еще одну под конец периода сменивший его Ярослав Азолин. За несколько мгновений до перерыва Егор Алешин сократил отставание 4-1. Этот счет оказался итоговым. В третьем периоде самарцы так и не смогли отыграться. Сразу после игры с аутсайдером ЦСКА ВВС предстояло играть с лидером чемпионата, нефтяником. Армейцы вновь пропустили первыми. В самом начале игры хозяева реализовали большинство и открыли счет в матче. В дальнейшем по ходу игры моменты возникали у обоих ворот. Самарцы периодически атаковали даже опаснее, чем фаворит. Но летчикам все время не хватало точности в завершении атак. В третьем периоде армейцы продолжили штурмовать ворота лидера. Шансов спасти игру было предостаточно. Но забить так и не удалось. 0-1. Следующий матч ЦСКА ВВС проводили в Нефтекамске с Торосом. Первый период показался богат на события. Все четыре шайбы были заброшены в неравных составах. Счет открыл Торос на четвертой минуте. В середине периода хозяева снова реализовали большинство. 2-0. Далее летчики получили пять минут численного преимущества и сразу реализовали его. 2-1. Через минуту хозяева вернули себе преимущество в две шайбы. 3-1. Второй период самарцы начали с заброшенной шайбой. Отличился Иван Коренков. После чего для ЦСКА ВВС начался кошмар. До следующего перерыва армейцы пропустили сразу пять шайб. На третий период команды выходили при счете 8-2 в пользу хозяев. Заключительный отрезок, кроме большого количества удалений, ничем знаменательным не запомнился. Цифры на табло не изменились до финального свистка. Продолжали выездную серию игр ЦСКА ВВС в Перми матчем с Молотом Прикамье. Впервые в этой серии летчики забили первыми. Роман Дубинин открыл счет в матче. Второй период начался со штрафа для гостей. Пермики численное преимущество реализовали. Отличился Артем Севастьянов 1-1. В середине матча Молот вышел вперед. Судьи засчитали гол только после видеопросмотра 2-1. В заключительном отрезке матча у ЦСКА ВВС было немало возможностей, чтобы изменить счет. Но по традиции этой выездной серии в третьем периоде голов забито не было. Поражение летчиков 1-2. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова